МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существует большое количество расхожих стереотипов о русских женщинах. Про коня на скаку остановит, про чрезмерное увлечение тряпками и заработками мужа. Есть и упрощённый формат восприятия. Помните, как у Жванецкого? Лучше нашей бабы ничего нет, писал советский сатирий. Перед француженкой встал, сел, поклонился. Не будете ли вы так любезны? Наши стакан водки налил, на трамвае прокатил. Твоя. Смешно и неправда. А ведь какое количество простодушных соотечественников и ушлых иностранцев клюнули на эту байку? Остались с разбитым носом и так и не поняли, в чём же она настоящая ценность русской женщины? РОССИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Это песня «Russian Girls» группа «Комбинация» вышла в 88-м году и сразу стала хитом на все времена. Он доносился из каждой форточки, звучал на дискотеках и рынках, Дадер заслушивался на магнитофонных кассетах. А всё потому, что нехитрый набор иностранных слов передавал то, что описать словами, казалось бы, невозможно. Уникальность и неповторимость русских женщин. А вот ещё одна песня про наших красоток. Только уже современная. Написана она питерской певицей, для публики не отечественной, а иностранной. А потому в ней есть всё, что так нравится западным обывателям. Балалайка, медведи и водка. Любопытно, что наших красавиц воспевают не только в России, но и на Западе. О загадочных россиянках послушать песни не прочь даже в Германии. Вы удивитесь, но на Западе песен о наших красотках немало. Оно и понятно. Иностранцев всегда восхищали русские барышни. Причём притягивает их не только внешняя красота, но и надёжность. А самое главное, женская мудрость. Вот послушайте, что про наших женщин думают итальянцы. Они милые и приятные, воспитанные. Те, которых я знаю, невысокие, тёмненькие и милые. Хрупкие, тронешь и сломаешь. Образованные. Они все инженеры и тому подобное. Правда, в начале 90-х годов был момент. У наших западных друзей возникло ощущение, что все русские женщины – это доступные блондинки в мини-юбках, которые, как мухи, липнут на долларовых иностранцев. Что отчасти чего там греха таить, так и было. Действительно, было то смутное время гуманитарной тушёнки и сигарет по талонам, когда каждый сантехник из Детройта, приехав в Москву по профсоюзной путёвке, вдруг начинал ощущать себя неотразимым арабским шейхом. Некоторые ушлые соотечественники, свалившие за железный занавес незадолго до того, как он рухнул, даже сообразили организовывать на бывшую советскую родину завуалированные под туризм секс-туры. Правда, всё это в далёком прошлом. И кто куда сегодня едет за проплаченным туманом любви, ещё надо посмотреть. А что же иностранцы, так легкомысленно в то время судившие о доступности русских женщин? Они тоже изменились и не говорят уже глупостей, и жестов неприличных не показывают, завидев длинноногую Машу. А наоборот, говорят вещи правильные и разумные, потому что лучшей русской жены на свете ничего нет. Правда, Маша? Красивые и храбрые, заботливые, потрясающие жёны. Множество американских мужчин по-настоящему уважают вас. Я не встречал ни одного мужчину, которому бы не нравились русские женщины. Объяснить, чем вызвано восхищение нашими женщинами, можно. Наши по праву считаются одними из самых красивых на свете. Ещё бы! Россия – страна многонациональная. У нас есть русские татары, башкиры, чеченцы, осетины и много других национальностей. Веками все эти народы жили бок о бок, влюблялись, рожали детей. В итоге в нашей стране столько всего понамешано, что многим даже не снилось. Именно поэтому наши женщины по красоте могут дать фору самым напомаженным западным фраам. Вид, который рождается на стыке разных национальностей, да, в совокупности, когда получается слияние одного генофонда и другого генофонда, получаются самые здоровые и самые красивые дети. Почему это происходит? Потому что у природы появляется возможность взять лучшее для своего потомства. Именно поэтому чаще всего рождаются люди с более правильными чертами лица, да, которые принято называть красивыми, так называемые люди, которые соответствуют золотому сечению. Восхищают западных женихов не только природная красота, но и умение в любой ситуации быть на высоте и выглядеть сногсшибательно. Любопытно, что иностранцы ценят наших красоток не только за красоту, но и за уют в доме, в котором всегда вкусно пахнет оливье, куриным супчиком и пирогами. Вот что рассказывают наши девушки, которые уже давно замужем за иностранцами. Говорят, что иностранные женихи ценят в наших женщинах трудолюбие и хозяйственность, а от наваристого борща и поглаженных брюк заморские женихи просто тают. Причем их поражает, что русские женщины, в отличие от западных, делают все это без особых претензий, так, будто это их святая обязанность. Почти каждую женщину они наделяют титулом отменной домохозяйки. Ну и самым главным, что ответит почти любой иностранец, если ему задать вопрос, что вы думаете о российских женщинах, он скажет, что она мила и дружелюбна. Изумляет западных женихов и то, что наши барышни очень патриотичны и могут не раздумывая дать в глаз любому, кто посмеет оскорбить или обидеть Россию. Посмотрите, как наши девушки приучали голландцев к уважению к русской культуре. Это центральный вокзал Амстердама. Здесь в конце прошлого года наши соотечественницы устроили музыкальный флешмоб, во время которого исполнили Катюшу, Калинку-Малинку, в лесу родилась елочка. Одна из девушек аккомпанировала участницам на рояле, а остальные водили вокруг него хороводы. Это мероприятие привело голландцев в такой восторг, что они обещали перечитать Пушкина и Достоевского. «Если знали бы, как мне дороги, как московные вечера, если знали бы, как мне дороги, как московные вечера». А это молодежный чемпионат мира по хоккею. Он проходил в начале этого года в Чехии. Местные болельщики встретили российский гимн по хабным свистам. Но наши хоккеистки не растерялись. Они бросили на лед клюшки и шлемы, обнялись и хором начали подпевать в такт мелодии. На трибунах тут же воцарилась тишина, и чешские фанаты с уважением отслушали гимн России. Удивляет западных обывателей и еще одна непонятная для них черта женщин из России. Наши мужчины, кстати, этого давно уже не замечают. А вот иностранцев это порой сильно шокирует, когда они узнают, что россиянки могут и коня на скаку, и в горящую избу. Да, в России, на мой взгляд, большинство женщин очень сильные. Они могли бы быть независимыми. На самом деле, возможно, мужчины им не нужны, потому что они все могут сделать самостоятельно. Но поскольку они женщины, что-то внутри них говорит им, что им нужен мужчина. И в этом заключается чудо российского общества. Женщина может быть очень сильной и в то же самое время оставаться женственной. По крайней мере, я так вижу. Посмотрите, вот настоящая русская женщина помогает дальнобойщику менять колесо. А вот вообще девушка-дальнобойщик Юлия Лазарева. Она наравне с мужчинами водит фуру, которую в состоянии даже отремонтировать, если та сломается во время поездки. Кстати, Юлия успевает вести свой видеоблог, который пользуется популярностью. Ой, ребята, что сейчас будет? Ну, держись. Держись, грузик. Груз у меня довольно хрупкий. Надеюсь, он нормально вытерпит вот этот ад. Сильно медленно тоже не хочется, потому что сзади пробка, и я всех задерживаю. Таких отважных женщин в русских селениях немало. Вот Юлия Лазарева на одном из своих маршрутов встретила еще одну девушку-дальнобойщицу из Саратова. Помаши хотя бы! Вот так вот. А вот еще одна отважная дальнобойщица Юлия Шишукова из Екатеринбурга. А это уже суровые женщины из Архангельска. Когда сломался автобус, они не растерялись и вытолкали его из сугроба. А вот другая наша красотка чинит автомобиль. При этом посмотрите, как красиво и элегантно. Иностранцев вообще восхищает умение русских барышень всегда хорошо выглядеть, даже если за окном минус 20. Наша морозоустойчивость вообще многих шокирует. Ну а когда наши девушки вот так храбро забегают в ледяную воду на крещение или почти с грудными детьми купаются зимой в озере, иностранцы вообще чуть не падают в обморок. Эксперты говорят, обзавестись русской женой сегодня модный тренд на Западе. Причем предлагают руку и сердце нашим красоткам не только известные голливудские звезды, но и простые американские, французские и немецкие парни, которые устали от своих эмансипированных и агрессивных барышек. Я как мужчина выступаю за традиционные семьи, и поэтому у меня здесь частые конфликты с женщинами. Они считают, что я мачо и дамский угодник. Да, мне нравятся женщины, но мне нравятся настоящие женщины. В этом разница. Западному мужчине не так просто найти настоящую женщину на Западе. В России же настоящие женщины. Каждая нормальная женщина хочет быть настоящей женщиной. На Западе феминистки несчастливы. Они действительно несчастливы. Здесь я вижу гораздо больше счастливых женщин, чем там. Вот забава, которая по плечу только нашим красоткам. Посмотрите, как в Красноярске недавно прошли соревнования, во время которых женщины катали своих мужей по катку на так называемых плюшках. Отменное чувство юмора – вообще показательная черта наших женщин. Русская баба – прибор автономный. Суп наварила, детей родила. Силища много, запал неуемный. В хату с работы деньжат принесла. Русскую женщину не случайно во все времена воспевали и почитали. Посмотрите, это кадры из фильма о Василисе Прекрасной. Этот персонаж присутствует во многих народных сказках. Она и умна, и красива, и добра. Благодаря смелости и самоотверженности, ей удается справляться с любыми трудностями. Себе трех разных волей и судьбы избранниц. И предыдущие две барышни, как другие страны, хотят показать себя во всей красе. Сразу говорят, у нас есть это, у нас есть то, я вся такая хорошая. Но это не является действительностью. На самом деле, они ничего не умеют делать и не готовы делиться и что-то делать там с человеком. Либо сотрудничать, если мы переносим в другую страну, сотрудничать с другими странами. Что же делает Россия, так как делает Василиса Прекрасная в сказке? Она особо не привлекательная. Она сразу не показывает всю свою красоту. Но она готова, как говорит наш президент, мы готовы к сотрудничеству, к партнерству. Западные мужчины отмечают, что женственность русских девушек выгодно отличает их от эмансипированных европеек. Особенно хорошо контраст стал заметен в последнее время. Сегодня феминистки так активно борются за свои права, что представители сильного пола просто перестали воспринимать их как женщин. Мужчина на кухне, женщина на диване. Почему европейские дамы бьют мужчин и как они это терпят? Купальник, как у Натальи Селезневой, и другие мечты просто советской женщины. Ира, застегни. Удивительно, но западные барышни до того эмансипировались, что они считают нужным готовить ужин своему благоверному. Мало того, даже дарить любовь и ласку они теперь не обязаны. И вообще, если не хочется, могут совсем не исполнять супружеские обязанности. А если на их исполнении попробовать настоять, то можно угодить за решетку. Как и за скандал о неприготовленном ужине, невыглаженной рубашке или неухоженных детях. В западных СМИ теперь даже шутят, что скоро мужчина, который не разговаривает со своей женой, будет считаться не шутником, а насильником. Под таким заголовком недавно вышла статья в газете «Гардиан». Автор в ней возмущался, что женщины стали ущемлять мужские права. Понятное дело, от такого взводит любой мужчина. Поэтому западные женихи и охотятся на русских красавиц. А если найти не удается, ходят в холостяках чуть ли не до старости. А сейчас отношение к разводу стало гораздо легче. То есть люди вступают в брак, как будто уже имея в голове вот эту идею о том, что можно разойтись. Это в принципе несложно. И насколько я знаю, вот в Германии, да, там заключаются брачные договора, есть такие жесткие законы, которые после развода очень много прав оставляют за женщиной. Да, и как раз, может быть, мужчина еще там 10 раз думает, прежде чем вступить в брак, связать себя с этой женщиной, да, потому что он знает, что в случае развода он много что потеряет. Действительно, сегодня борьба против мужчин в Европе стала напоминать театр абсурда. Эти иллюстрации взяты из учебного плана, разработанного одним из британских учителей. С их помощью преподаватель объясняет, что диснеевские мультфильмы опасны для детей, так как пропагандируют неравноправие. Например, автор назвал чувства чудовища к Белль в «Красавица и чудовище» оскорбительными, а «Белоснежку» гнома якобы вообще превратили в прислугу. Критике подверглась даже русалочка. Ведь ради того, чтобы быть с возлюбленным и превратиться в человека, Ариэль пожертвовала способностью говорить, а значит, осталась без права голоса. Ариэль, да, здесь говорится о жертвенности. То есть, смотрите, если идёт такая идеология на Западе, значит, они не готовы к жертвенности, к самопожертвованию, что есть в наших женщинах. Потому что мы готовы были, даже если взять наших бабушек, дедушек после войны, да и сейчас такое есть, готовы были быть с мужчиной, отдать им своё здоровье, коллега, он не коллега, всё равно быть рядом с ним. И поэтому она готова была чем-то пожертвовать. Сегодня Россию, которая пока держит удар перед натиском европейских ценностей, упрекают в пуританских нравах. И здесь чаще всего в ход идут шутки про СССР. Нам припоминают, в Советском Союзе секса не было. Было время, когда в наших интеллигентных кругах было принято потешаться над тёмными нравами, царившими в Советском Союзе в отношениях между мужчиной и женщиной. Смотрели в позднесоветские времена контрабандную порнушку, привезённую из-за гранкомандировки дядей, и зависливо цокали языками, как же там всё красиво устроено, можно и так, и это. А в советской стране что? На всех одно утешение, Москва слезам не верит. И уж, конечно, на подготовленную почву упала эта знаменитая в Советском Союзе секса нет. А как было всё на самом деле? Посмотрите, это кадры популярной в советское время программы «Телемост». В рамках этой передачи жители двух тогда ещё враждующих стран СССР и США встречались, чтобы задать друг другу интересующие их вопросы. Вот в этом выпуске 17 июля 1986 года Бостон-Ленинград представитель Комитета советских женщин Людмила Иванова, отвечая на вопрос американки, произнесла знаменитую фразу, которая до сих пор не сходит с уст во всём мире. Я хотела бы сказать, что у нас в телерекламе всё крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама? Но секса у нас нет, и мы категорически против этого. Жеребячий хохот заглушил продолжение фразы Людмилы Ивановой. А ведь сказала она буквально следующее – в Советском Союзе секса нет, но есть любовь. И действительно, представители старшего поколения хорошо помнят, как много для советских людей значило это чувство. Именно его они, страсть, они ставили на первое место. Посмотрите, вот опрос того времени, который проводили журналисты на улицах города. Вопрос был простой – что такое любовь? Удивительно, как точно и глубоко люди того времени на него отвечали. Я считаю, что это самое хорошее чувство. Желаю всем влюблённым как можно больше счастья. Любовь, по-моему, это такое большое чувство, очень светлое. Ну, когда хочется что-то сделать хорошим людям. Ну, и когда любишь, по-моему, весь мир становится красивым. Во всяком случае, что она есть – это несомненно. И что она посещает не каждого – тоже несомненно. И что это огромная способность души, как талант – я в этом убеждена. Обсуждать интимную жизнь в Советском Союзе было не принято. При этом никто не мог упрекнуть русских женщин в отсутствии темперамента. Его отражение можно увидеть в героинях советских фильмов. Чувственность и пылки нрав наших женщин не смогла скрыть даже жёсткая советская цензура. Чего только стоит постельная сцена из фильма «Экипаж», где героиня Александра Яковлевой ест яблоко. А вот кадры из фильма о «Зоре здесь тихие», которые завораживают даже сейчас. И по-настоящему русский нрав продемонстрировала Наталья Андрейченко в Сибириаде. Не подходи. Убью. О том, что секс в СССР всё-таки был, говорит и то, что, несмотря на огромное число жертв в годы гражданской Великой Отечественной войны, население СССР стремительно росло. И это неудивительно. Рождаемость во времена Советского Союза в два раза превышала смертность. И отсутствие кружевного белья и капроновых чулок на ней никак не сказывалось. Всё потому, что любили у нас по-настоящему. Не за кружевные чулки и кредитные карточки. А ведь тогда под платьями у советских дам скрывались вот эти легендарные панталоны на резинке. Шедевр отечественных швейных фабрик. У элегантной модели был и зимний вариант с начёсом. Впрочем, не отличались утончённостью и бюстгальтеры. Они начинались только с третьего размера и имели конусообразную форму. Кого любить я, как речь мне давно, девушку я встретил. И только в 18 лет, а мне уж 23-й. Скоро стану, скоро стану я седым и старым. Вот тогда и напишу я эти мемуары. Мечтой каждой советской модницы было импортное бельё. Например, вот такие ГДРовские ночные рубашки. А такой комплект, как у героини Светланы Светличной в фильме «Бриллиантовая рука», могли позволить себе только жёны генерала. Закат опять окрасил улицу красками диву. В истории с дефицитом красивого белья в СССР есть один любопытный факт. Посмотрите, это показ известного европейского кутюрье весной прошлого года. На нём представлены вечерние платья-сорочки и парадно-выходные костюмы-пижамы. Последний писк, сразивший всех современных модниц. Мало кто знает, но в советское время светские дамы, сидевшие на первых рядах в Большом театре, тоже были в неглиже. Позволить себе кружевные наряды могли лишь единицы, чем и старались похвастаться в обществе. Ещё одним предметом культа в советское время были цветные колготки, как у героини Натальи Варлей в фильме «Кавказская пленница». Большинству женщин капроновая деталь туалета была недоступна. И им приходилось довольствоваться вот такими вязанными хлопчатобумажными, реже шёлковыми чулками на резинке. А для придания цвета их отмачивали в чае или марганцовке. С замиранием сердца простые советские женщины смотрели и на красивый красный купальник Натальи Селезнёвой в «Приключениях Шурика». Ира, пристегни! На прилавках в 60-е и 70-е годы лежали скромные ситцевые купальные костюмы. Те, кто хотел что-то более оригинальное, выкраивал их себе самостоятельно. Подобная история произошла с известным модельером Вячеславом Зайцевым. Посмотрите, на этих кадрах он ещё совсем молодой. Однажды с друзьями он решил отправиться на море. Вот только плавок ни у кого не было. Зайцеву ничего не оставалось, как сдёрнуть с окна занавеску и сшить всем за ночь по купальнику. Проблемы у советских женщин были не только с одеждой, но и с косметикой. Её в СССР тоже не было. Сегодня трудно себе представить, какое восхищение вызывали идеально подведённые глаза Одри Хэбберл. Ведь советские представительницы прекрасного пола красились вот такими грифелями живопись, которые неровно ложились и осыпались, а тушь наносили зубными щётками. Кисточки были неудобными и быстро склеивались. Импортная помада была на вес золота. Именно поэтому у каждой модницы в косметичке была спичка, чтобы доставать остатки средства из тюбика. Ну и, конечно, советское ноу-хау. Блёстки для ногтей из конфетной фольги. Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Завершала образ советской женщины прическа. Волосы красили хной, а кудри завивали бигуди. Правда, товар этот тоже доставали по блату. И те, кому это не удавалось, наводили марафет при помощи газеты и пива. На газету укладывалась верёвочка. Листок сворачивался, и на него накручивалась прядь. Для усиления фиксации использовали пиво. Ах ты, сучка ты, крашена. Почему же крашеная? Это мой натуральный цвет. Эксперты отмечают, не бесформенные платья, не рейтузы с начёсом не мешали советским людям влюбляться, создавать семьи, рожать детей и быть счастливыми. В СССР воспитывался человек с культурой идеализма. У него были такие идеалистические представления о любви. И это было плюсом, потому что люди, в общем-то, вступали в браки в любом случае. И в гражданские браки, и в обычные браки. И были готовы на многое, потому что они верили в хорошее. Сегодня у наших российских красавиц есть всё для того, чтобы быть стройными, подтянутыми и красивыми. И наши модницы этим пользуются, но при этом остаются ласковыми. В отличие от западных дам, которые сильно эмансипировались. Эксперты отмечают, западные женщины такие агрессивны, что своих мужей теперь даже поколачивать стали. И пора спасать мужчин от насилия. Легендарные жены декабристов. За что любили и умирали простые русские женщины. Мы последуем за мужем в тяжёлые условия. Главное, мы являемся спутницами этого человека. Купи-продай. Почему любовь на Западе превратилась в товар? Я называю это взаимовыгодные отношения. Они могут быть даже романтическими. Журналисты британской The Guardian, например, активно продвигают инициативу создания службы помощи для представителей сильного пола, подвергающихся домашнему насилию. Эта идея только на первый взгляд выглядит уморительной. Только посмотрите, в кого сегодня превратились западные мегеры. Это видео с камеры наблюдения возле одного из британских клубов. Девушка загоняет молодого человека в угол и наносит удар справа. Он пускается на утёк, но она не прекращает преследование. И всё это только из-за того, что парень слегка дотронулся до неё во время танца. А это уже США. Разъярённая девушка в нижнем белье налетает на пожилого мужчину с тростью, валит его на землю и избивает. Не повезло и вот этому школьнику, который чем-то насолил своей однокласснице. Психологи говорят, вполне закономерно, что получая от представительниц слабого пола совсем не слабые удары, западные мужчины, как джентльмены, вести себя уже не хотят. Не хотят ни жениться, ни даже платить за романтический ужин. Доведённые до отчаяния западные мужчины в своё оправдание снимают вот такие видеоблоги. В них они объясняют причины своего поведения. Они как алкоголики пытаются играть на чувстве вины. О, он заставил меня сделать сэндвич. Он неуважительно ко мне относится. Многие мужчины работают, а я стою снизу карьерной лестницы. О том, что зачастую западные представительницы прекрасного пола сами провоцируют мужчин на грубость, говорят и вот эти кадры. Посмотрите, девушка первая начинает драку. Парень пытается утихомирить барышню, но сделать это ему не удаётся. В результате терпение молодого человека лопнуло, и он применил силу. А на этих кадрах девушка получила удар после того, как долго обзывала своего друга. Причём делала это, используя такие отборные ругательства, которым может позавидовать любой сапожник. Сама напросилась и вот эта брюнетка в синей мини-юбке. Ты назвал меня шлюхой? Я шлюха? К сожалению, ни аргументами, ни криками, ни даже силой западным мужчинам пока не удаётся утихомирить эмансипированных амазонов. Более того, на пути к свободе и раскрепощению они стали считать вполне нормальным не только поколачивать своих бойфрендов, но и в свободное от свиданий время подрабатывать ночными бабочками. Эксперты говорят, что такой труд в Европе уже давно перестал считаться чем-то зазорным. Наоборот, местные женщины гордятся, что таким образом могут хорошо зарабатывать и быть независимыми. Многие вечером так подрабатывают, да. Все европейцы материалисты. Они стараются заработать денег. Но на дороге проституции нет пути назад. Даже после того, как они перестают заниматься проституцией, их моральные и физические травмы никуда не исчезают. Проститутки никогда не смогут стать нормальными девушками. Никогда. Но они занимаются проституцией, потому что хотят очень быстро получить всё, что хотят. Для западных студентов профессия ночной бабочки теперь стала такой же подработкой, как, например, официантка в кафе или продавец-консультант в магазине. Более того, британские исследователи посчитали, что в среднем одна из 20 британских студенток выбирает в качестве дополнительного заработка для оплаты учёбы первую древнейшую. А задумывается об этом вообще каждая пятая. Получается, что многие самостоятельные молодые девушки теперь в любой момент могут сказать, «Так, мне теперь 16, папуля, я собираюсь стать проституткой». Вы будете удивлены. Я исследую вопросы этого бизнеса уже более 10 лет. Я считаю, что с тех пор, как интернет и спутниковое телевидение плотно вошли в нашу жизнь, многие молодые люди, для которых тема интимной жизни очень волнительна, стали по-другому относиться к половым отношениям. В это трудно поверить, но профессию ночной бабочки в качестве подработки выбирают не только студентки, но и замужние дамы. Но самое удивительное, что их мужья зачастую не против, чтобы их женщины таким образом пополняли семейный бюджет. Только послушайте, что об этом рассказывает Алекса Оник, наша бывшая соотечественница, которая вот уже несколько лет живёт в Германии. «Роституция в Германии – это признанная профессия, за которую ты получаешь деньги и платишь налоги. У меня есть две истории, чтобы вам рассказать. Одна история – это студентка имеет друга, и она ездит на выходных в Дюссельдорф в бордель. Ну, при живом парне она подрабатывает в борделе. Женщины, они понимают, что всё в их жизни, когда ты эмансипирован полностью, ты понимаешь, тебе нужно всё в своей жизни зарабатывать. Плохо – это предосудительно, просидение по своему парню. Как же так? Я сама могу всё заработать, поэтому девушки зарабатывают в борделе». Это 46-летняя жительница Нидерландов мисс Ван дер Валь. Долгое время она работала в Голландском центральном банке, а в свободное время подрабатывала ночной бабочкой, специализируясь на ролевых играх. За свои услуги она брала по 400 евро в час, чего никогда не стеснялась. Сегодня первая древнейшая вообще считается в Европе профессией вполне уважаемой. Более того, местные мужчины даже поощряют такой способ самореализации. По мнению экспертов, это происходит потому, что в отношениях на Западе главное не любовь и взаимопонимание, а деньги. Трудно себе представить, что ещё каких-то 15 лет назад европейские женщины сентиментально всхлипывали, пересматривая сцены из «Титаника» и вздыхали по красавчику Патрику Суэйзи из «Привидения». Я люблю тебя, Маля. И всегда любил. Терелла, правда? Социологи отмечают, сегодня на Западе любить и быть любимым не модно. Этого стесняются. А вот получение выгоды от отношений, особенно денежной, является предметом гордости. Западные девушки не ищут любовь, а ищут того, кто готов за эту любовь заплатить подороже. Более того, среди европейской молодёжи коллекционировать кредитные карточки мужчин стало теперь так же модно, как когда-то было модно собирать марки. У меня сегодня полно кредитных карточек, около 14 или 15. Сегодня в Европе придумали новое модное название – «Сахарная девочка». А для тех, кто и платит – «Сахарный папочка». Вот только на русский это переводится гораздо менее «благозвучно», отмечают эксперты. Содержанка и папик. Такие и «Шугар Бэйбис» и «Шугар Дэддис» могут встретить друг друга на специализированных сайтах, сотни которых сегодня появились в интернете. Вот они, посмотрите. А это предприниматель Брэнда Ноэй. Он является основателем одного из самых крупных в Великобритании ресурсов для поиска спонсора. Сегодня на нём ищут пару уже более 500 тысяч человек. Девушек на сайте регистрируют бесплатно, а вот мужчин – за деньги. Маркетологи объясняют, для того, чтобы прибыльный бизнес процветал, основатель интернет-ресурса создал легенду, что именно такие отношения являются правильными и подходящими для успешных мужчин и девушек. Я называю это взаимовыгодные отношения. Они могут быть даже романтическими. Это ресурс для очень успешных людей, у которых нет свободного времени. По мнению социологов, к такому результату привели западные ценности. Именно они сделали человеческие взаимоотношения предметом купли-продажи и превратили любовь и дружбу в товар. В результате любовь на Западе стала прибыльным бизнесом. Америка – это живот, если то Европа или Запад, то это голова, то есть всё от разума, то есть там нет места чувствам. А Россия – это душа. Если сравнивать наш мир с телом человека, то, соответственно, в Европе, на Западе, там достаточно разумный подход. Я не говорю, что это плохо. С одной стороны, с точки зрения, это правильно. Но не там, где это касается любви, не там, где это касается чувств. Потому что это как раз превращается в такой товар денежные отношения. Нет смысла отрицать. Девушки, которые хотят продать себя подороже, есть и в России. Но это, скорее, исключение из правил. Психологи говорят, что никогда русскую женщину нельзя было сравнить с калькулятором. А всё потому, что любит она не разумом, а сердцем. Именно отсюда и возникли такие поговорки, как «Смелом рай в шалаше». Чего только стоят жены декабристов, которые бросали насиженные места и отправлялись вслед за своими мужьями. Графиня Екатерина Трубецкая отказалась от титула и привилегий, чтобы поехать к мужу Сергею Трубецкому в Забайкалье. Верная жена скиталась полтора года, прежде чем смогла, наконец, добраться до своего возлюбленного. Ну, давайте не будем забывать, что даже период правления Александра I, Николая I и весь период восстания декабристов, он ведь был пронизан достаточно высокой религиозной культурой и христианскими ценностями. Поэтому это было везде, это было и при дворе, это было и в культуре, это было и в отношениях между людьми. Девушки исповедовали определенный христианский принцип. И этот принцип звучит так, что мы несем тяготы друг друга, и в этом наше благо. Не важно, что мы последуем за мужем в тяжелые условия, главное, мы являемся спутницами этого человека. А значит, у нас совместный путь, единое движение, и мы не можем от этого отойти. Удивительно. Казалось бы, уж где-где, а на Западе, где так критикуют Россию за консерватизм и нежелание приобщаться к европейским ценностям, проблем со знакомствами и созданием семьи точно быть не должно. Между тем, как не парадоксально, свобода и раскрепощение привели к обратному результату. Эксперты отмечают, европейцы и американцы начали стыдиться проявлять друг другу искреннюю симпатию и разучились выстраивать нормальные человеческие отношения. Посмотрите, на этих кадрах 25-летний студент Джесси Доналдсон с волнением открывает посылку. Он решил воспользоваться новым интернет-ресурсом «Знакомство по запаху». За небольшую сумму в 25 долларов клиент сайта может получить по почте несвежую футболку понравившейся кандидатки и постараться понять по запаху, подходит она ему или нет. В нашей культуре запах обычно играет некую второстепенную роль. Однако исследования показывают, что именно обоняние способно подавать сигнал о генетической совместимости, человеческих склонностях и много другой сопутствующей информации. Многим нашим соотечественникам это может показаться смешным. Но сегодня европейские мужчины самостоятельно даже любовницу себе завести не могут. Посмотрите, это британский сайт для супружеских измен. Недавно стало известно, что его руководство ведет переговоры о покупке частного острова неподалеку от английского города Племут. Там бизнесмены планируют создать комфортабельный и безопасный курорт для любителей адъюльтера. Эксперты отмечают, сегодня на Западе человеческие отношения перестали быть результатом симпатии и все больше напоминают деловое, взаимовыгодное сотрудничество. На Западе другая история. Там партнеры, человек-человек. То есть фактически то же самое, что и деловые партнеры в бизнесе. У каждого один и тот же функционал. Нет понятия мужские обязанности, нет понятия женские обязанности. То есть я хожу на работу, я независимая личность, и ты ходишь на работу, ты независимая личность. Когда человек говорит, что он полностью независим от своей второй половинки, ну что мы, в общем-то, можем увидеть в результате, что это сожительство двух абсолютно самодостаточных единиц, то есть которые, в общем-то, никакого чувства, ничего не испытывают друг к другу. Это 32-летняя жительница Калифорнии Саманта де Фазио. Удивительно, но средства к существованию она получает благодаря вот этому сайту под названием «Какова цена?». Здесь мужчины делают ставки на понравившуюся им женщину. Тот, кто заплатит больше, тот и идёт на свидание. Этот сервис позволяет Саманте не только вкусно поесть, но и обеспечить достойную жизнь своему 8-летнему сыну. Он, кстати, так часто видит прихорашивающуюся маму, что недавно тоже решил попробовать, как на нём будет смотреться губная помада. Что на тебе? Губная помада. Иди, смотри её. Самое страшное, отмечают эксперты, что извращённые человеческие взаимоотношения на Западе становятся моделью поведения для подрастающего поколения. А теперь информация для моих постоянных зрителей. Дорогие друзья, 15 марта в 19.00 в Москве на сцене легендарного киноклуба «Эльдар» по адресу Ленинский проспект 105 состоится наша с вами творческая встреча. Билеты на сайте кассир.ру или в кассах киноклуба «Эльдар». Чтобы я мог лучше подготовиться к нашей встрече и подобрать нужные видеоматериалы, заранее пришлите ваши вопросы. Обычные письма отправляйте по адресу «Москва-119-021», абонентский ящик «74» с пометкой «Прокопенко». Или на электронную почту info.tayna.gmail.com Если вы не против, чтобы я показал вас на экране, пришлите фотографии. Ответить постараюсь на все вопросы, а на самые интересные буду отвечать уже у себя в эфире. Итак, 15 марта в киноклубе «Эльдар» наша с вами встреча. На эту среду вечером не планируйте ничего важного. Любовь на троих. Как из аморалки, интим втроем вдруг превратился в новую форму семейных отношений на Западе. Мой отец и меня, и моего брата с раннего детства пронуждал к интимным отношениям с ним. Веселые истории в журнале «Яролаж». Чему учили детей добрые советские фильмы. Иванов, дай портфель понесу. Отстань! Столь популярная сегодня теория гендера имеет американское происхождение. Согласно ей, человек рождается без пола, одновременно являясь и мужчиной, и женщиной. А пол ребёнка зависит не от того, кем он родился, а от его воспитания. То есть, если воспитывать мальчика как девочку, наряжать в юбку, давать играть в куклы, то из такого ребёнка получится она. И наоборот. Давай ружьё и машинки, заставляй драться, вырастет из девочки мальчик. А уж подправить физическое несоответствие, это дело хирургической техники. Более того, если верить разработчикам теории гендера, то ни мужчин, ни женщин не существуют вообще. Есть только насильно распределённые обществом роли. Вот именно это, с точки зрения простого здравого смысла, да и христианство тоже, небезупречная теория, сегодня захватывает старую Европу без единого выстрела. Знакомьтесь, это Эйвери, школьник из Великобритании. Привет, меня зовут Эйвери. Мне 7 лет. Я люблю лазать по деревьям, переодеваться в разных животных. Мне нравится играть в разные игры, проводить время с братом. А, и да, я трансгендер. Родители Эйвери, Дебби и Том, очень современная и толерантная американская пара. Сыну было 4 года, когда они впервые услышали, что он чувствует себя девочкой. Мама с папой отвели ребёнка к доктору. Он пообщался с Эйвери и сделал заключение, что у мальчика предрасположенность стать трансгендером. С тех пор родители послушно покупают своему сынишке платье с бантиками и помогают красить волосы в розовый цвет. Вот уже 3 года Эйвери живёт, как девочка. В среде западных родителей принято поощрять такие, как сказали бы в России, заскоки. Между тем, психологи утверждают, счастливее от этого ребёнок не становится. Посмотрите, это жительница Канады Доун Стефанович. В эксклюзивном интервью нашей программе она рассказала о своём детстве. Доун выросла в семье, где брак между матерью и отцом был фиктивным. У каждого из родителей были однополые отношения на стороне. Мой отец и меня и моего брата с раннего детства принуждал к интимным отношениям с ним. Инцест и сексуальное насилие было в порядке вещей у нас в семье. Кроме того, нас вовлекали в интимные отношения с партнёрами наших родителей. Мы принимали участие в групповых оргиях. Конечно, это было морально тяжело. У моего отца постоянно были отношения с другими мужчинами. Когда мне было около восьми лет, то отец стал привыкать к нам домой ещё больше мужчин. Сексом они занимались во всех комнатах в доме, даже в нашей с братом. Интимных отношений между матерью и отцом не было ещё до рождения моего младшего брата. Сегодня в своих многочисленных работах и выступлениях Доун рассказывает, как несчастна была в детстве. Её многочисленные исследования подтверждают, что нетрадиционные пары не способны воспитать полноценную личность. Наоборот, дети, выросшие в таких семьях, сталкиваются с огромным количеством проблем во взрослой жизни и зачастую не способны выстраивать здоровые и крепкие отношения. Мы, дети, живём с постоянным чувством одиночества. У нас у самих возникают проблемы в построении отношений. Мы постоянно находимся в состоянии неуверенности, будет ли продолжение у отношений, дадут ли они до секса или останутся на уровне дружбы. Поэтому мы и страдаем. Доун решила, что никогда не пойдёт по стопам своих родителей. Уже повзрослев, она прошла курс психотерапии, который избавил её от проблем, которые часто сопровождают детей из однополых семей. Депрессии, мысли о суициде, неуверенности в себе. Вот уже 30 лет у неё счастливая семья и двое детей. Сегодня Доун борется против пропаганды западных ценностей. Россия Россия очень сильная страна. И она всегда чтила традиции семьи. Если ваше правительство откроет границы, то изменится ваш язык. Ваше понимание половой принадлежности поменяется. Вы перестанете верить в то, что брак между мужчиной и женщиной вообще возможен. Поменяется ваше отношение к однополым отношениям и бракам. Вы перестанете верить в то, что ребёнку нужны отец и мать. Также появится такая идея, что ребёнка могут воспитать трансгендерные родители, когда оба родителя сменили свой пол. Поэтому если вы хотите видеть здоровое общество, то вам нужно, чтобы вы сохранили своё традиционное понимание семьи. Вашему правительству придётся держаться за эти устои. То, что происходит на Западе, очень заразно и имеет большое влияние. Эксперты от МИЧЕ Возможность выбирать, кем быть, мужчиной или женщиной сегодня на Западе называют свободой. Считается, что именно в таких условиях ребёнок вырастет по-настоящему полноценным человеком. Но это ещё не всё, потому что вы не знаете всех новомодных веяний. Оказывается, борьба с гендерными стереотипами в Европе, особенно в последние годы, идёт по всем фронтам. Например, в одной и той же рекламе или компьютерной игре не рекомендуется изображать женщину у плиты, а мужчину на футболе с кружкой пива. Это считается некорректным. Почему не наоборот? Почему не женщина на футболе? В Европе по этому поводу даже ходит анекдот. В роддоме на вопрос родителей, кто родился, мальчик или девочка, врачи, согласно инструкции, теперь должны отвечать, это не ваша проблема. И действительно, в Европе в недалёком будущем эта проблема может стать проблемой, которую будет решать исключительно государство. Например, сегодня в Европе не хватает мальчиков. Почему бы ситуацию не подправить в интересах повышения рождаемости? Ведь уже сегодня делать из девочек мальчиков, как бы это сказать помягче, модно, судите сами. Такую вседозволенность на Западе противопоставляют жёсткому советскому воспитанию. Смакуя каждый кадр, европейские и американские телеканалы показывают парады пионеров, рассказывая о том, как из детей в те времена якобы делали одинаковых зомби. Под красным революционным знаменем будем всегда идти за родной коммунистической партией, за своим вожатым комсомолом. Более того, вот этот мультфильм «Приключения красных галстуков» о том, как пионеры в годы войны сражались против фашистов, был переведён на английский язык. Сегодня в социальных сетях его можно найти под названием «Советская пропаганда». Между тем, на самом деле, советским детям рассказывали о самых простых вещах. Например, как важны настоящие друзья, которые не предадут в беде. Ни одну песню, о них спел большой детский хор центрального телевидения и всесоюзного радио. Вот этот мальчик, солист Дмитрий Голов, был хорошо знаком всем советским зрителям. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей, дорога, без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много, вместе весело на шагах по просторам, по просторам, по просторам, ты, конечно, ты первая, лучше в город, лучше в город, лучше в город. В песнях пели о том, как важно любить и уважать родителей. Всегда будет солнце, всегда будет небо, всегда будет мама, всегда буду я. Благодаря такому воспитанию советские дети действительно с почтением относились к родителям, а пионеры считали своим долгом перевезти бабушку через дорогу. Посмотрите, а вот так выглядят плоды современного западного воспитания. Это типичный американский тинейджер, весьма упитанный. Ведь вместо того, чтобы заниматься спортом, он целые дни просиживает с планшетом. Дед пытается образумить детину, но его слова для молодого человека словно горох об стену. В результате деду ничего не остается, как решить проблему радикальными методами. Убери свою игрушку! Вообще-то это не игрушка! Убери свою игрушку! Нет, сядь и посмотри это видео! Эксперты отмечают, к сожалению, такой подход единственный способ достучаться до западных подростков. Родители для них давно перестали быть авторитетом. Немалую роль в этом сыграли западные ценности, которые учат европейского молодежи. Ну а финальный штрих внесла ювенальная юстиция. Она научила детей опираться не на моральные законы, а на юридические. Несколько лет назад один десятилетний ребенок обратился в суд, потому что родители отказались купить ему Кока-Колу. Это факт на сегодняшний момент в Бельгии. Дело было закрыто, но факт остается фактом. Ребенок может подать в суд на родителей. Или, например, в Бельгии происходит много разводов, и судьи решают, с кем останется жить ребенок, с матерью или отцом. И теперь дети могут выступать в суде с 12-летнего возраста. Если, скажем, отец не купил ребенку Коколу, он может заявить в суде о том, что хочет остаться жить с матерью, потому что мама Коколу ему покупает. Судья будет обязан прислушаться к мнению 12-летнего ребенка. Специалисты считают, вседозволенность привела к тому, что западные подростки перестали уважать основные принципы человеческих отношений. А ведь именно доброта, уважение, терпимость помогали выживать нашему обществу на протяжении тысячелетий. Результаты нового воспитания не заставили себя долго ждать. Сегодня психологи наблюдают всю возрастающую жестокость среди молодежи. Вот так ученик американской школы Уэстфильд, штаб Пенсильвания, снова и снова бьет в лицо директора. Удары настолько сильные, что впоследствии его госпитализировали, диагностировав перелом челюсти и сотрясение мозга. Такие увечья молодой человек нанес директору только из-за того, что тот решил отчитать его за прогулы. А вот еще одна драка. На этот раз учителю досталось за то, что он попытался забрать у молодого человека наркотики, которые тот принес в школу. Никакого почтения не вызывает у молодежи даже преклонный возраст преподавателей. Посмотрите, эти кадры сняты в школе Паттерсон в Нью-Джерси. Здоровенный детина повалил на пол 62-летнего учителя. И это произошло только потому, что тот отобрал у школьника планшет. Самое главное, что подобный инцидент в классе восприняли абсолютно спокойно. И никто не попытался вступиться за пожилого преподавателя. А вот так дружелюбно встретили на подземной парковке своего учителя студенты музыкального училища в Майами. Сегодня западное воспитание привело к тому, что школьник может легко поклотить своего учителя, отмечают эксперты. Молодой человек прекрасно понимает, что ему за это ничего не будет. А вот преподаватель согласно новым законом может оказаться на скамье подсудимых просто за косой взгляд и неосмотрительно сказанное слово. Не секрет, что многие и учителя школьные, и преподаватели вузов, они обращаются за психологической помощью, потому что они порой не знают, как ответить молодому человеку или девушке, которая показывает свою состоятельность, материальную обеспеченность, но педагог не обладает этими атрибутами, и, соответственно, он испытывает и определенную обиду, и вину, и порой даже злость, но он не знает, как это выразить вовне. И это будет трансформировать и деформировать его личность как профессионала. Соответственно, ему с этим тоже нужно психологически уметь справляться, но все это тенденции настоящего информационного века, информационной эпохи и текущего положения дел. Но самое страшное, говорят психологи, что западных детей лишают главного навыка, который формирует человеческую личность. Умение любить. Для большинства европейских и американских ребят понятие любовь ассоциируется с однополыми браками, трансгендерами и поиском партнера на одну ночь. Им никто не объясняет вещи, которые казались такими естественными каждому советскому ребенку, и о которых было снято так много добрых фильмов. А о первой самоотверженной любви, которой не страшны никакие препятствия, был снят фильм «Вам и не снилось». Чистотой, искренностью, добротой были наполнены не только фильмы, но и книги того времени. Два капитана Вениамина Каверина, история о любви молодого летчика Санни Григорьева и дочери известного полярника Кати Татариновой. Алые паруса Александра Грина, а верная соль, ждавший своего Грея. Рассказы Шукшина с его забавными и настоящими героями. Все эти истории были о том, как важна дружба, любовь и семья. Более того, в Советском Союзе это подкреплялось не только словом, но и делом. Вот так выглядел орден «Мать-героиня». Его выдавали многодетным матерям. В те времена таковыми считались те, у кого было десять и более детей. Такое звание за историю СССР получило 431 тысячи женщин. Кроме того, была медаль «Материнская доблесть» и орден «Материнская слава». Трех степеней. В зависимости от количества детей. Никаких особых льгот все эти награды не давали. Женщины рожали детей, потому что это было почетно. В СССР была высокая рождаемость, потому что общество всячески пропагандировало и всячески как бы делало все, чтобы женщина, которая родила ребенка, могла, скажем так, во-первых, она не теряла себя как рабочая единица. то есть у меня тогда появились, активно стали развиваться детские сады, так называемые ясли появились, чтобы мама минимальное время проводила с ребенком, при том, что материнство это было некой ценностью. И женщины, которые имели нескольких детей, двух, трех, тем более пятерых, это были многодетные мамочки, которые были приравнены фактически к героям. То есть эту женщину ставили на пьедестал. И, соответственно, общество оказывало ей всякую помощь. Поэтому, в общем-то, детей было иметь не то, что не зазорно, было иметь престижно. Все изменилось во времена перестройки. Это тогда появилось выражение «плодить нищету». И семейные ценности уступили место другим, западным. Замуж за принца. Почему в 90-е русские красавицы считали престижным обслужить иностранца? А я хочу свой дом, свою машину. Я хочу зайти в магазин и купить ту шмотку, которая мне нужна. Понимаешь? Разврат 90-х. Последствия кризиса или хорошо спланированная западная программа? А среди девчонок проститутки есть? Да, там их много. Это с каких лет? С 13 до 16. Это Уфа. Начало 90-х. Барахолка. Такие в то время появились по всей России. От разнообразия товаров у молодежи разбегались глаза. Вот так, стоя на картонке, девушки примеряли обувь на платформе и мини-юбки, которые до этого видели только в кино. Новая мода диктовала и новые правила. Долой советское пуританство. Да здравствует свобода и раскрепощение. И юные барышни раскрепощались. Короткие топики, открывающие пупок, обтягивающие лосины кислотных тонов, шорты с бахромой по краям. Вдохновение черпали из бразильских и мексиканских мыльных опер, новых серий, которых ждали с замиранием сердца. Рабыня и заур богатые тоже плачут. Санта-Барбара подражали не только откровенному внешнему виду главным героинь, но и бушующим страстям. Казалось, что это и есть настоящее отношение. Именно в 90-е ходить до свадьбы за ручку стало немодно. При виде этих кадров из кинофильма «Девчата» подростки презрительно хмыкали. Давай уж поскорее поженимся, а то мне перед девчатами неудобно. Со страниц модных журналов психологи рассказывали молодежи, что отношения могут быть гораздо проще и легче, чем было принято считать раньше. И чтобы наверняка выбить из юных голов остатки прежней идеологии, не стесняясь использовали на обложках эротических журналов советскую символику. Запретных тем больше не было. Кумиры 90-х знали, что эпатаж залог успеха, а потому выходили на сцену почти без одежды. Паруин лунный я хожу, прожжу, может потеряю, может быть найду, но не знаю точно сам кого пока, может быть ее, может быть тебя. Я вольный птицей рождена, другая мне любовь нужна, и не нужна твоя луна. А вот так выглядела обложка альбома Кегли, популярной тогда группой «Мальчишник». И первые плоды новой культуры не заставили себя долго ждать. В 1991 году смертность превысила рождаемость в полтора раза. Такие ценности, как любовь, семья, дети, стали считаться пережитком прошлого. В моду вошли свободные отношения, а дедушки смело выходили на панель торговать в собственном теле. Что нам навязывало в большей степени свободу и терпимость, так, наверное, свободой веяли все те фильмы, которые привозились, и голливудские фильмы. В состоянии стресса мозг берет ту информацию, которую получают первой. Вот если человек подвержен был стрессу, и он получил первую информацию о том, что можно теперь носить какую угодно одежду, можно вообще одежду не одевать и выходить на улицу, условно говоря, то тогда человек понимает, что да, наверное, это тот путь спасения, благодаря которому можно выйти из вот этого внутреннего кризиса или из вот этого ощущения того, что мы потеряли какую-то общность, какую-то опору. Эти кадры сняты московским фотографом в 1994 году. Ночные бабочки десятками стояли на улицах. Эта профессия стала престижной, ведь она, в отличие от других, позволяла заработать на заграничные кеды, джинсы и шубы. Но высшим пилотажем считалось обслуживать иностранцев, ведь это был шанс выйти замуж и навсегда уехать на Запад, где по представлениям того времени был рай на земле. А я хочу свой дом, свою машину. Я хочу зайти в магазин и купить ту шмотку, которая мне нужна, понимаешь, а не бегать за фарцовщиками. Я хочу увидеть мир своими глазами. Это кадры из знаменитого фильма «Интердевочка» смотрели и пересматривали тысячи девушек по всей России. И хотя финал в этой истории печальный, оказаться на месте главной героини не хотели многие. Девочки больше не мечтали стать ни врачами, ни учителями. Тогда в России впервые появилась детская проституция. А среди девчонок проститутки есть? Да, там их много. Со скольки лет? С 13 до 16. Как ты зарабатываешь? Половым способом. Зарабатывает таким образом только девчонки или мальчишки тоже? Мальчишки тоже. Никто не знал, что причиной всего этого был не только кризис и перестройка, но и тщательно продуманная западная программа. В такие времена там революции, кризис и перестройки, ну, в данном случае у нас мы говорим про 90-е, да, ничего этого обеспечить было невозможно, потому что люди не знали, что будет завтра. Соответственно, денег не было, возможности, те ценности, которые были и на которых люди опирались, да, то, что было опор, оно было, оно сломалось, ничего нового взамен не пришло. Соответственно, было только как раз увеличение преступности. Именно поэтому многие девушки, пытаясь заработать какие-то деньги, шли, занимались проституцией. Именно поэтому люди, которые не могли прокормить свои семьи, порой зачастую становились бандитами, чтобы как-то обеспечить, да, своих родных и близких. В 90-е, как грибы в нашей стране, выросли общественные организации по планированию семьи. Звучало все красиво и благородно. Вот только на деле главной их целью было снизить рождаемость. Именно поэтому те, кто продвигал в нашей стране планирование семьи, часто выдвигал законы, которые впору было назвать фашистскими. Так, в середине 90-х в Госдуме пытались провести закон о принудительной стерилизации, цитата, недостойных людей, а потом о так называемых репродуктивных правах граждан. Контрацептивная революция и здоровый эгоизм женщины, именно такие лозунги стали модными в 90-е. Именно они пришли на смену советским ценностям. Если мы говорим о 90-х годах, то полуфашистская идея всех стерилизовать, кто вам не понравился, это, в общем, такая популистская идея, бьющая на эмоции. Понятно ли пиар-продвижение? Благодаря работе общественных организаций, которые пропагандировали свободные отношения, аборты и призывали не связывать себя рано узами брака, 90-е годы в России называют черным временем демографии. Мало кто знает, что многочисленные общественные организации по планированию семьи в 90-е, были филиалом вот этой международной организации IPPN. Вот ее сайт. Формально федерация существует 65 лет, но на самом деле в октябре прошлого года она отметила столетний юбилей, а началось все вот в этом здании на улице Эмбой в Бруклине, США. Именно здесь в 1916 году открылась первая клиника по контролю рождаемости в Америке. А вот рекламные листки, которые когда были развешаны по городу. Вы можете себе позволить иметь большую семью? Вы хотите еще детей? Если нет, то зачем их рожать? Только представьте себе, за первый день работы в клинике проконсультировали 100 женщин, а за первые 10 дней работы 400. Формально здесь занимались продажей копеечных контрацептивов. На самом деле делали операции по прерванию беременности, которые тогда в Америке были запрещены. Вскоре об этом стало известно полиции, после чего у организации начались проблемы с законом. Это вынудило руководство переименовать клинику в Американскую Лигу по контролю рождаемости, а затем уже в Федерацию планирования семьи. У истоков движения стояла вот эта женщина, Маргарет Сэнли, всю жизнь посвятившая борьбе с семьей и рождаемостью. Вот одна из ее книг под названием «Женщина и новая раса». В ней она пишет «Самое милосердное, что большая семья может сделать для своего младенца, это убить его. А институт брака имеет дегенеративное влияние на социальную среду. Но самое страшное, что одним из основных принципов, которые она пропагандировала, являлось обеспечение здоровой наследственности. Это его затем взяли на вооружение фашистской Германии. Здесь такая история очень страшная на самом деле, потому что, если мы посмотрим на Элеонору Рузвельт, у нее вроде бы такой хороший облик, да? Она такая порядочная мать, жена, шестерых детей, вся такая молодец, и такую социальную, активную, политическую жизнь она вела, и столько всего хорошего. Вот интересный факт в ее биографии. И что вот касается вот этого общества планирования семьи. Она же не просто так спонсировала эту организацию, у них были определенные связи, о которых умалчивается, еще неизвестно, может быть, они были еще в какой-то сексуальной связи. Федерацию Сенгер финансировали самые влиятельные люди Америки. Причем, это была не только Элеонора Рузвельт, но и Джон Рокфеллер. Посмотрите, вот здесь, на сайте его фонда, и сегодня можно найти документ 1924 года. В нем говорится, что он пожертвовал 10 тысяч долларов, весьма значительная сумма по тем временам, в помощь обществу планирования семьи. Только избавить от лишних детей сильные меры сего планировали не США, а другие страны. Например, Россию. Один из ведущих идеологов этого движения, Фредерик Джаффе, сформулировал основные задачи на пути к достижению цели. Среди них обязательное половое образование для детей, пропаганда однополых браков, поощрение позднего рождения ребенка, пропаганда контрацепции и аборта. Любопытно, что в то время, пока США активно убеждала российскую молодежь, что семья и дети это не модно, американское население уверенно росло. За 90-е годы его прирост составил почти 33 миллиона человек. Победа европейской толерантности как 14 февраля стала праздником для однополых пар. Когда я впервые встретил Джека, он дал мне свою визитку. И я подумал, о господи, я встретил продавца бриллиантов. Прививка от толерантности или как в Китае лечат от западных ценностей. Мой отец привел меня сюда, чтобы показать врачу и закрыл меня здесь. Но теперь самое неожиданное. Вы не поверите, но в самих Соединенных Штатах, где логично было бы предположить, что из соображений свободы все должны бы иметь право вообще жениться на всем, что движется, включая домашнюю утварь, антихристианские половые отношения между людьми не приветствуются. В ряде американских штатов вообще на пропаганду нетрадиционных ценностей действуют жесточайшие запреты. И это в первую очередь касается учебных заведений. Ну а теперь конкретно. В штате Юта запрещено оправдание гомосексуализма. В Аризоне запрещена демонстрация гомосексуализма в качестве примера позитивно-альтернативного образа жизни. В Алабаме и Техасе учителей обязывают говорить, что гомосексуализм не является образом жизни, подходящим для большей части общества. Более того, однополые браки оказываются законны только в 35 штатах из 50, а в 24 штатах и вовсе действуют законы, преследующие за гомосексуализмом. Заметим при этом, никто не смеет упрекнуть штаты в том, что они недостаточно демократичны и нелояльны по отношению к своим меньшинствам. И уж тем более, никаких оно из детей в детских садах США не конструирует, как это делают в просвещенной Европе, где, конечно, традиционные семьи пытаются отстаивать свои права как могут. Уже несколько лет простые граждане в буквальном смысле слова воюют против европейских чиновников и активистов различных меньшинств. Западные ценности, которые Америка так долго насаждала в Европе, там отлично прижились. И это хорошо видно потому, как сегодня здесь отмечают 14 февраля. Посмотрите, вот такую рекламу запустила известная британская косметическая фирма ко дню всех влюблённых. В этом году свои средства для душа, например, бомбы для ванн в форме сердца, маркетологи предлагали приобрести в качестве подарка именно однополым парам. Такая толерантность тут же вызвала восторг жителей Великобритании. И они поспешили выразить его в социальных сетях. Мне очень нравится эта реклама с однополыми парами. О боже, я зашла на вашу страничку и увидела двух женщин вместе принимающих ванну. Это даёт мне силы жить дальше. Сегодня в Европе существует целая индустрия, специализирующаяся на подарках для однополых. Вот на этом сайте они могли выбрать на 14 февраля сувениры. Например, открытку с надписью. Две королевы создали пару. Или вот такой кулон в цветах ЛГБТ-сообщества. Ты хотел бы создать со мной радугу? Для того, чтобы однополые пары не чувствовали, что на день всех влюблённых их права ущемляют, ещё одна известная компания по производству подарков выпустила видеоролик. В нём главный герой Джейсон дарит своему бойфренду Робину открытку с трогательной надписью. Спасибо, что доказал мне, что любовь с первого взгляда существует. Сегодня в Европе на День Святого Валентина показывают не романтические комедии о любви, а вот такие трогательные сюжеты, как этот о паре Джек и Джордж. Вместе они уже 55 лет. В прошлом году в честь годовщины они официально зарегистрировали свой брак. Когда я впервые встретил Джека в январе 1961-го, он дал мне свою визитку и пригласил пойти вместе с ним на Уимбелдонский турнир. На его визитке было написано, что он ювелир. И я подумал, о господи, я встретил продавца бриллиантов. В то время, как отношения в однополых барах стали считаться романтичными, любовь между мужчиной и женщиной все чаще становится поводом для насмешек. Посмотрите, вот так саркастично владельцы одного из британских супермаркетов поместили под огурцами табличку с надписью «Лучший подарок женщинам на день Святого Валентина». Пошутить над своей девушкой Дженни Дэвис 14 февраля решил и 24-летний Брэд Холмс из английского города Саугемптон. Посмотрите, он встал на одно колено, как будто хочет сделать ей предложение. Я хочу сказать, что я люблю тебя. Особенно ты мне нравишься, когда занята. О боже! Не могла бы ты сделать мне чашечку чая? Но вместо кольца в коробочке оказался пакетик чая. Правда, возлюбленная юмор своего кавалера не оценила. А вот материал из английской газеты Daily Mail. Его авторы выбрали самые нелепые фотографии влюбленных, высмеивая таким образом традиционные семьи. Но дальше всех пошло американское юридическое бюро ВЭП из Западной Виргинии. На его сайте в преддверии 14 февраля объявили о начале конкурса, победителя которого получат в качестве приза бесплатный развод. Для этого участникам необходимо максимально убедительно изложить причины, по которым они хотят расторгнуть брак. К разводам на Западе вообще поменялось отношение, отмечают эксперты. Разрушение семьи воспринимают всего лишь как начало нового этапа жизни. Вы знаете, наверное, что Америка занимает первое место по разводам и по статистике порядка 84% американцев, мужчин, платят алименты. То есть это огромное количество людей, которые вступили в брак, через какое-то время развелись. То есть относятся достаточно легко и легкомысленно. Казалось бы, Япония находится так далеко от цивилизованной Европы. И все ее беды и горести должны были обойти страну восходящего солнца. Но и здесь западные ценности, схваленной демократией, толерантностью уже натворили немало бед. И в первую очередь потому, что любовь здесь теперь тоже не в почете. И в борьбе с этим устаревшим явлением японцы вовсю используют свои передовые технологические разработки. Вот такие женщины-роботы для интимных утех сегодня разлетаются среди восточных самураев, как горячие пирожки. И еще бы, ведь настроение и даже черты характера такой барышни можно программировать на свое усмотрение. А значит, возлюбленная никогда не будет жаловаться на головную боль или обижаться из-за пустыни. А вот еще одно японское ноу-хау. Голографическая жена. Это привлекательная молодая девушка способна и порядок в доме навести и непринужденную беседу поддержать. Стоит ли удивляться, что при наличии такой кибервумен мужчинам совсем не хочется заводить семью и обременять себя серьезными отношениями. те самые мужчины в той же японской культуре не только в японской вместо того, чтобы выстраивать какие-то отношения с реальной женщиной, у которой есть характер, у которой есть потребности, с которой надо что-то строить и нести какую-то ответственность, они решают эти задачи гораздо проще. Специалисты провели опрос и выяснили, что большинство японской молодежи в возрасте от 18 до 34 лет не планируют заводить семью и даже долгосрочные отношения. Гораздо больше их привлекает виртуальная любовь. Познакомьтесь, это Норикан и Югер. Молодые люди увлечены отношениями с компьютерными девушками Ринко и Нене. С ними молодые люди ходят на свидания, покупают им подарки и даже угощают пирожными. Пока у меня будет время, я буду продолжать эти отношения. Возможно, это неправильно так говорить, но это те отношения, о которых мы мечтали в школе. Эксперты отмечают, современное поколение японцев боится настоящих отношений. Молодежь не готова брать на себя ответственность, проявлять заботу и душевную теплоту. И причиной тому стала пропаганда эротики и свободных отношений. Все больше и больше они проникаются теми тенденциями, которые веют из Америки, которые веют из других стран. И они вынуждены находить какую-то середину, потому что, с одной стороны, это очень четкие регламенты и правила, которые были всегда, которые известны им, а с другой стороны, это вседозвольность и открытость другого мира. То есть, можно все, он вроде бы свободен, но в то же время он понимает, что шагнув за эту грань, он уже обратно не вернется. И здесь возникает внутренний конфликт. Внутренний конфликт истощает его морально и психологически, а значит, он вынужден проживать свою жизнь в постоянной гонке, в смене стереотипов. Социологи уверены, к демографическому кризису Японию, страны Запада привела политика свободы и толерантности, благодаря которой семья и дети стали считаться у местного населения пережитком прошлого. К такому выводу ученые пришли, проанализировав ситуацию в Китае, где традиционные ценности по-прежнему занимают центральное положение в жизни общества. После того, как в прошлом году власти отказались от политики «одна семья, один ребенок», Поднебесная поставила рекорд по рождаемости. В 2016 году в Китае появилось на свет 18,5 миллионов человек, что стало самым высоким показателем за последние сто лет. Прививка от толерантности или как в Китае лечат от западных ценностей. Мой отец привел меня сюда, чтобы показать врачу и закрыл меня здесь. Главнее всего погода в доме. Почему для многих стран Россия стала оазисом сохранения семейных ценностей? А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу. Китай наш великий восточный сосед. Принято считать, что в политическом плане Китай представляет собой единую монолитную конструкцию, а в правящей коммунистической партии Китая, как в Брежневском политбюро, царствует единодушие и демократический централизм. Однако мало кто знает, что внутри партии также существует там свои группировки и своя ожесточенная борьба. А в самом обществе немало серьезных проблем. Пока Китай был беден и проводил социальные эксперименты вроде культурной революции, разница между богатыми и бедными кланами была не так заметна. Все изменилось после того, как в конце 70-х годов Дэн Сяопин начал китайскую перестройку и в Поднебесной появились свои Ротшильды и Рокфеллеры. Китаю удалось избежать печальной участи Советского Союза. Но свое место в современном мире ему дается очень непросто. И одна из самых острых проблем – рост населения. Государственная программа по рождению только одного ребенка и, как утверждает статистика, фатальная нехватка девушек. То есть мужчин в Китае намного-намного больше. Несмотря на то, что мужчин в Китае гораздо больше, чем женщин, однополые браки здесь перестали считаться психиатрическим заболеванием всего 15 лет назад. И только два года назад любые формы лечения представителей ЛГБТ-сообщества стали запрещены. Правда, несмотря на это, клиники по-прежнему готовы помочь желающим избавиться от любви к своему полу. Стоимость курса колеблется в районе 500 долларов. В него входит медикаментозное лечение и электрошок. Когда возбуждение нарастает, вы можете принять холодный душ и пойти на пробежку, чтобы выпустить пар. Кроме того, существуют таблетки, но они будут вызывать слабость. Сегодня, когда вы видите партнера того же пола, вы чувствуете любовь. Я хочу сделать так, чтобы он вызвал у вас страх. И еще одна часть лечения – электрошок. Стоит ли удивляться, что при таком отношении к однополой любви за всю историю Китая попросила зарегистрировать свой брак всего одна пара. Посмотрите, это Сан Вен Линь и Ху Мен Глянг. 5 января этого года они подали в суд ДЭСК с просьбой зарегистрировать их отношения. Суд им в этом отказал. Но даже если бы однополые браки в Китае разрешили, желающих их зарегистрировать было бы немного. Это показал конкурс, который устроил одна из известных американских компаний. Она предложила парам прислать видео с историями их любви в качестве приза венчания в США. Со всего Китая, население которого составляет почти полтора миллиарда человек, такой возможностью воспользовалось всего две тысячи. Семь пар отправились в Голливуд на церемонию бракосочетания. Пожалуйста, наденьте кольцо на палец и повторяйте за мной. Несмотря на попытки Запада и в Китай принести свободу и толерантность, правительство с этим успешно борется. Например, в Поднебесной введен запрет на Твиттер и Фейсбук. Более того, тех, кто слишком много времени просиживает в интернете, отправляют вот в такие лечебницы. Здесь они занимаются физкультурой, носят униформу и живут за решеткой, как в настоящем лагере для преступника. Мой отец привел меня сюда, чтобы показать врачу и закрыл меня здесь. Ни о какой эмансипации в стране жестких нравов и речи быть не может. По статистике, на 100 женщин в Китае приходится 143 мужчины. Именно поэтому с 20 лет возраста, когда в Поднебесной разрешено вступать в брак, девушки тут же становятся объектом, за который мужчины сражаются. Неудивительно, что прекрасная половина гораздо больше занята выбором мужа, чем карьеры. Любопытно, что несмотря на высокую конкуренцию среди мужчин, в жены они ищут себе невинных красавиц. Так что представительницы прекрасного пола в Китае стараются избегать интима до свадьбы. Специалисты отмечают, даже если китайская женщина все же решит посвятить себя не только семье, но и работе, то, скорее всего, трудиться будет по женской специальности. Чтобы сыграть свадьбу, в Китае существует целая индустрия. Вот, например, профессиональный свад Чэнь Циньлин. Он помогает одиноким мужчинам найти найти свою возлюбленную. В деревнях женщин мало. Некоторые из них разведены, некоторые потеряли мужа. И им тоже нелегко найти пару. Они тоже выдвигают много требований. Они тоже требуют машины и дома. Но и это еще не все. В случае, если у молодоженов по каким-то причинам нет свидетелей или подружек невесты, то их можно взять на прокат по 30 долларов за штуку. Ну, мы можем думать тогда о том, как важен какой-то антураж, не знаю, фасад. Да, что вот надо, чтобы была подружка невесты, значит, она должна быть. Это то, что согласно традициям каким-то вековым, это вот красивый фасад. И да, люди на этом играют, они зарабатывают на этом деньги, и оказывается, что все довольны. Те, кто хотят соблюсти, не знаю, обычаи, традиции, и те, кто хотят заработать денег. Вот они как бы друг друга находят. Эксперты отмечают, сегодня не только Китай, но и Россия успешно дает отпор западной пропаганде. В России женщины по-прежнему мечтают выйти замуж и родить детей, а представители сильного пола с самого детства имеют мужество признаться в любви. А как понять, что он настоящий мужчина? Вот я встретил его с настоящим взглядом. И самое главное, что сегодня в России по-прежнему верят в настоящую любовь. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу. Свободу, свободу мне дать и свободу для птицы любых улечу. Ученые утверждают, что труд создал человека, а вот мы считаем, что любовь, только любовь, причем любая, счастливая и несчастная, простодушная и коварная, взаимная и неразделенная. На этом наша программа закончена, но прежде чем попрощаться, хочу сообщить, что в издательстве Эксмо вышла книга, которая имеет такое же название, что и наша программа «Территория заблуждений». В ней мы собрали все самые интересные теории, версии и гипотезы, которые в силу разных причин не вписываются в классические представления об окружающей нас действительности. А мы с вами встретимся уже завтра в программе «Военная тайна», как всегда, по воскресеньям после полуночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова